Инициатором проведения уже второго открытого чемпионата среди подразделений спецназначения силовых ведомств по традиции выступило пограничное управление ФСБ России по Новосибирской области. Цель проведения обычная, но жизненно важная. Слаженная работа специалистов разных ведомств. История уже военных конфликтов, в том числе на территории других государств и на территории Российской Федерации, при выполнении каких-то специальных задач по ликвидации террористических групп, банд, показалось, что очень велика роль снайперов, которые избирательно, точно уничтожают именно те важные объекты, которые необходимо уничтожить в первую очередь, дабы дезорганизовать деятельность этих террористических групп формирований. Первое задание, так называемый холодный выстрел, было одним из самых сложных. Так как все упражнения имитируют реальную боевую обстановку, то и здесь снайперу необходимо было поразить цель одним патроном без особой подготовки. То есть не зная заранее дистанцию, направление ветра и освещенность. Такое на войне случается часто. Но на выручку приходит вооружение. Сегодня снайперские подразделения оснащаются самым современным. Данная снайперская винтовка предоставлена, называется П-08, тактик. Она австрийского производства, поступила на вооружение не так давно к нам. Она предназначена для полицейских задач больше, чем для военных. Так как она тяжелая, носить ее с собой неудобно, далеко если идти. А где-нибудь в городе, в здании, как бы она удобно ее использовать. Однако в целом на вооружение российских спецподразделений по-прежнему стоит автомат Калашникова. Правда, модернизированная версия АК-103 под патрон калибра 7-62. Сами тюнингуем, так сказать, тюнингуем оружие. Это прицел, рукоятка, что не поставляется, не делается заводом, производителем данного вида оружия. Но хватает и специального мелкосерийного вооружения российского производства. На соревнованиях снайперы стреляли тоже из разных винтовок. Хотя разнообразие упражнений было все же больше. Особенностью соревнований является то, что стреляли снайперские пары, то есть не отдельные стрелки, а именно в своем взаимодействии. То есть помогая друг другу, обеспечивая устойчивую стрельбу в парах на выполнение упражнения. Уровень достаточно неплохой, позволяет утверждать о высокой эффективности выполнения боезадач в ходе обеспечения безопасности личности общества и государства. Соревнования получились зрелищными. К тому же, наверное, только в кино можно увидеть, как работают снайперы, да еще в паре. Обычно такие подразделения меньше всего стараются оказываться в центре внимания, но не здесь. Чемпионат закончится, а уже на следующий день, в профессиональный праздник подразделений специального назначения, эти стрелки будут нести свою службу, невидимую для простого глаза.